Хотелось бы в сегодняшний день напомнить вам слова апостола Иоанна Богослова, с которого он начинает свое Евангелие. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот теперь нам будет понятнее то, что рассказал нам апостол Лука. Он передает нам сегодня удивительную притчу Христову о сеятеле. Вышел сеять, сеять. И одно упало на каменистую почву, другое упало при дороге, третье в тернии, четвертое в благодатную землю. Вы все хорошо знаете эту удивительную, всем известную, много раз перечитанную притчу. Но мне сегодня хотелось бы обратить ваше внимание на слова, которые привел Иисус Христос своим ученикам, то есть тем, которые сегодня стоят в храмах. Не тем, которым нужно говорить только в притчах, потому что они ничего не понимают. Об этом говорил и Христос. А вам дано эти тайны евангельского благовестия. Но здесь Иисус Христос подчеркивает для всех нас, сегодня молящихся в Божьих храмах, упавшие на добрую землю, это слышащие Слово и сохраняющие в добром сердце и чистом своем, приносящие плод в терпении. Вот на эти слова Спасителя мне хотелось бы обратить внимание каждого из нас. Во-первых, это Слово нужно чаще читать, приходить туда, где о нем говорят, где его слушают. Во-вторых, нам нужно сохранять церковнославянский текст этого Евангелия, говорит еще жестче. Тот, кто держит, вы слышите, не просто хранит, но вот вспоминает иногда, держит, то есть не отпускает от себя Слово, которым руководствуется в своей жизни каждый день и каждый час, старается всякий свой поступок согласовать с евангельским благовестием. А что скажет обо мне Христос? А что Он сказал по этому или другому поводу? Вот так удерживает христианин в добром сердце и чистом своем. Давайте зададим себе вопрос. А все мы стоим с добрым сердцем, а каждый из нас имеет чистое сердце. Вот, пожалуйста, и нам то откровение, которое сказал Христос. «Прилетают птицы и поклевывают житейские нужды, заботы, века сего поглощают, и остается та земля без плода. А добрая земля и упавшая на ту добрую, которую мы хотим, чтобы была душа наша – это те слышащие Слово и держащие, то есть хранящие, сохраняющие его в своем добром и чистом сердце. Вот почему нам так нужна общая церковная молитва, когда мы просим вместе с псалмопевцем Давидом «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав, обнови во утробе моей, потому что мое сердце загрязнено суетой, ненужными помышлениями, осуждениями, себя любим, тщеславием, гордостью». «Сколько в нашем сердце гноится грехов!» Вот почему это слово иногда услышали, такое хорошее, такое полезное. А выходим в жизни-то нашей, ничего не меняется, потому что мы сами носим нечистое, недоброе сердце, в котором не может сохраниться семя, посеянное Христом, его божественное Слово – откровение для спасения душ наших. Но даже тот, кто работает над очищением своего сердца, часто приходит на исповедь, а именно этим очищается наше сердце – покаянием пред Богом и желанием переменить свою жизнь, возненавидеть свой грех и перемениться, преобразиться, стать лучше. Вот что значит очищать свое грешное сердце от воскресного дня до воскресного, от исповеди до исповеди, от святого причастия до причастия. Христиане не должны оставаться такими, как они были. «Я каждое воскресенье причащаюсь, молюсь, исповедуюсь каждую неделю, а лучше ты становишься?» Нет, каким ты был, таким ты и остался. А христианство преображает человека, оно возвышает его, оно приглашает его к этой ступени, которая ведет его к небу. «Очистил сердце, сделай доброй свою душу, слушай, что говорит тебе Господь, и приноси свой плод в терпении». Не сразу все получится у тебя, христианин, у тебя будет столько преткновений на твоем пути очищения сердечного и доброты твоей душевной, что все вокруг на тебя ополчатся, а ты оставайся добрым, а ты оставайся чистым сердцем. Как это трудно, когда вокруг об этом никто даже не говорит, а мы молимся об этом. Для того и приходим все вместе, мы, грешные, попросить у Господа, Господи, просвети нас светом разума твоего, светом истины твоей, словом твоим божественным, освети, уцеломудри, очисти сердце наше и сделай нашу душу доброй. А мы уж постараемся в этом, как только сможем, Господи. Вот потому, дорогие, каждый из нас сегодня может спросить, а какова почва моей души? Добрая эта земля, куда упав слово, сказанное Господом, принято в сердце доброе и чистое. И приносит ли оно плод в терпение, вы слышите? Не просто оно должно лежать, а Христос говорит и приносит плод одно в тридцать, одно в шестьдесят, а иное и во сто крат больше посеянного. Услышав слово, ты должен расти, ты должен не просто возрастать в каких-то нравственных основах, ты должен смотреть на Христа и слышать Его слово, которое Он говорит, будьте святы, якоже и Отец мой небесный свят. Какую высокую планку задал нам Христос. Казалось бы, она недостижима, но стремление к этой высоте и есть задача земной жизни каждого христианина, если он только принял слово на свою еще, может быть, нераспахнутую почву души. А слушать слово должен каждый, кто принял святое крещение, иначе его семя пролежит при дороге, и в конце жизни нам нечего будет показать Господу, когда мы переступим порог смерти. Что принесем в пустых руках своих пред Господом? Вот почему мы должны принести плоды, которые должны прорасти в каждом из нас тех, кто услышал слово и сохранял в сердце своем. Помните, как Богородица, она слагала слова Спасителя в сердце своем. Вот лучший архив, куда нужно складывать все то, что касается нашего сердца. Не ума, ум может забыть, а сердце сохранить надолго. Поэтому тот приносит плод, который, во-первых, слышит, очищает свое сердце, посещает Божий храм, исповедуется, причащается святых христовых тайнств и старается изо всех в сил быть добрым. А это что значит? Злого даже не говорить. Давайте посмотрим на наши слова, какими мы общаемся друг с другом. Сколько бывает резких, грубых слов. Сколько мы начинаем как бы с рассуждения, а заканчиваем обязательно осуждением. Вот тот не такой, вот та, а вы слышали, а я вам вот об этом расскажу. А вот соседка у меня, а вот там у нас батюшка, а вот там архиерей, а у нас может быть и патриарх, у нас никого язык наш злой, и колючий уже может не пощадить. А Господь нам говорит, за каждое праздное слово, сказанное людям, ответ на суде держать будет. Вы слышите? За каждое слово мы понесем с вами на страшном суде ответ. Поэтому, услышавши сегодня слово, и те, кто хочет сохранить в сердце своем добром, не говорите плохого от других. Ведь это слово Господа. Не судите, да не судимы будете. Вот, пожалуйста, если ты имеешь слух и можешь слышать, да услышишь, это говорит Христос, не судите никого, да не будете осуждены, ибо каким судом судите, таким и судимы будете. И еще в другом месте говорит Спаситель тем, кто имеет уши, и тем, кто слышит, и тот, кто уже приготовил землю души своей для того, чтобы упало это доброе слово Господа на благодатную, добрую почву души молящихся. «Всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, того уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и подули ветры, и разлились реки, и налегли на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова мои...» Вы слышите? Опять о том же слове, которое сеет Господь устами своих сегодня пастырей и священников, и не слушает, тот уподобится мужу неразумному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и подули ветры, и разлились реки, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Оказывается, братья и сестры, не слушать евангельского слова, это все равно, что строить дом своей жизни на песке, это все равно, что готовиться к разрушению. А я сегодня хочу, поздравляю вас с воскресным днем, пригласить вас к созиданию. И закончить словами святителя Николая Сербского, который сказал, «Господь ищет созидателей, а не разрушителей. Тот, кто будет созидать добро, тем самым будет разрушать зло, а тот, кто пустится разрушать зло, скоро забудет о созидании добра и превратится в злодея». Давайте будем творить добро, давайте будем чаще встречаться в Божьих храмах, и какова бы ни была обстановка в мире и в городе, и у нас на Кубани, ни одного воскресного богослужения не пропускать и питать свою добрую душу Словом Божьим, Словом Чистым, чтобы в терпении приносить свой плод в чистом и добром сердце. Аминь. Аминь.